здорово народ на связи панферушка и у нас сегодня тоже одна из тем которые вы подкинули мне это мужская инициатива и как всегда когда готовил вам эту тему я и черт меня короче дернул зайти на женский форум это такое извините очко это такая пижня которую в чехляют девчонка мол а ты должна быть красивая вдохновлять своему мужчину ты должна быть недоступной чтобы активировать его вот это он видит цель не знает преград они такими рождены а чё если мы дружно скажем да пошли вы нахер блять а если вы сами будете что-то делать я сейчас плавно подведу вас к этой идее объясню что я имею ввиду но в общем а суть такая что по моей практике девушки они в 90 процентах случаев очень пассивные очень такие ленивые существа которые ведут себя очень тупо вы сами видели как на интервью я спрашиваю девочку как бы ты познакомилась с мужчиной если бы он тебе понравился он к я не знаю как я он сам должен подойти он сам должен что-то сделать а вот чё вот если ты правда захочешь вот он тебе правда понравилось какие твои идеи ну я не знаю я утром проснулась я накрасилась я же молодец я же хорошая да ебать ну то есть нас просто пытаются зацепить внешкой больше они собственно ни на что не способны какие-то конкретные действия или еще что-то вот потом уже да они будут нас разводить мотивировать на что-то добиваться того чего они хотят но плане для сближения ребят все на самом деле ваших руках и вся инициатива находится в ваших руках и вам ее придется проявлять хотите вы того или нет они могут понимаете брыкаться делать вид что им не нравится но они от вас этого ждут и у вас по сути нет выбора то есть ты можешь подходить девочки может быть послан нахер но если ты не подойдешь она сама никогда не подойдет то же самое ты вынужден терпеть в социальных сетях типа тиндробаду где ты пишешь девочкам они тебе отвечают одна сложно безумно тупо это безумно бесит ребят которые там сидели сейчас меня поддержат и скажут в натуре половина из них тупые как пробки блять особенно в бесят те кто и девчонка говорит я здесь просто чтобы пообщаться я думаю какая же у тебя тупая никчемная жизнь если у тебя нет друзей если ты здесь и чтобы пообщаться утолить свое чувство одиночества да ты ж тупая нахер я вот с этого момента уже тебя не уважаю вот ладно извините меня пожалуй за излишнюю агрессию но эту правду прям так наболела в общем что ребят первое что вы должны понять что инициативу вы должны проявлять вы будете ошибаться инициатива она наказуемая этому нас учат в армии кто служил тот знает инициатива наказуемая инициатива она любит инициатора вот и на девчонки и никогда не проявят даже очень красивые даже очень смышленые девчонки только знаете девчонки которые уже перевалили за 30 которых либидо шпарит они думают кого бы трахнуть как вы в семнадцать лет они могут проявлять инициативу они уже к этому времени поняли чего они хотят но молодые девочки нет они ждут своего принца на белом коне часто которые ну нихера для этого не сделали делать у нас у мужчин есть вот эта планка я определенной социальной группы я ищу девочка похожая на себя вот это она слишком красивая я ее боюсь это тоже глупо но что еще вам скажу что у девочки такой планки нет вообще она не будет себя ограничена даже я маленькая жирная чмошная но я хочу себе брэда пита и не ебет и когда я учил ребят из других стран в частности из америки и чуваки из германии говорят то же самое девочки вообще хуели вот так что ребят это вряд ли изменится так что надеяться на то что планета развернется к вам передом и не задом ребят не расстраивайтесь пристраивайтесь начинаем проявлять дикую инициативу начинаем где-то наглеть и к слову это девчонкам нравится то есть да берем делаем не стесняемся в этом есть некое мужское начало дать им могут отказать да и что помните я уже тысячу раз говорю что взрослый дядя это не тот который может возить каждую это тот который нормально принимает отказы вот пожалуйста уже становись этим взрослый дядя с точки зрения женщин как это выглядит мужчина должен мужчина воспитанная вот должна первых следить своей красотой и так далее если она проявит какую-то инициативу или сексуальная агрессия 1 на ваших глазах покажется дешевкой она очень боится разочаровать вас в ваших глазах она очень боится что вы бросите после первого секса она этого делать не будет любом случае она пытается сохранить лицо из любой ситуации выйти красоткой я права он говноед вот все плохие я д'артаньян и да и хер с ним ребята отпустите это дети балуются вас это не должно касаться у нас часто слышатся такие вопросы как подойти или как сделать так чтобы девочки знакомились или где оказаться чтобы девочки чок да нигде увидел девочку взял и подошел пятого десятого здесь не дано просто взял и подошел звонить или не звонить девочки первые не звонят эту поговорку все знают берешь и звонишь не взяла на тебя трубку что мы делаем какие-то похер вот представим ситуацию даже если тебя обвинили такой типа на работе ты клеился к девчонке там секретарша с третьего этажа иванулся олесе вот и тебя обвиняют кого ты клеился колесе она отказал и такой да и чё блять ну бывает вот так ведутся взрослые дать куда клеился да не дала да бывает но я клеился выгодно еду до сих пор на нее дрочить вот ну то есть нормально к этому относись приглашать все домой да конечно приглашать потому что сама она никогда тебе не скажет типа блин алёшка поехали ко мне нет это как раз ты алексей должен ей сказать что маша поехали ко мне попьем вина чтобы ей было не обидно чтобы это звучало достойно и так далее любая достойная инициатива ты должен толкаться или вперед она тоже этого хочет она тоже на твоей стороне но ей надо потом по-другому сказать что все это вышло случайно и алексей был так мил так голландцы но и пили вина и все само собой произошло и у нас сейчас 2021 год и у нас начала меняться ситуации что мужики начали ждать инициатива от женщин кстати ребята возможно в этом есть толика правды и такое бывает но такое бывает знаете где я это видел среди стриптизеров где чуваки выглядит охуительно где девочки знают что общение с ними стоит денег где у них есть заведомо такая вот валютная репутация там девочки да они готовы побиться за их внимание они готовы платить за общение с ними но если ты чувак без этой репутации то вряд ли у тебя это получится то есть если ты работаешь обычным чем даже если очень красивый очень накаченный очень классный то не создав какую-то конкурентную среду если за тобой не бегает куча ее подружек то она не будет ничего делать она будет думать что она вне конкуренции все хорошо если конечно за тобой бегает вокруг куча девчонок она их видит она возможно вступит в эту конкурентную игру и тогда шахмата расклад окажется на твоей стороне вот так что если вы чуваки которые не работают все рептизы надеетесь что девочки будут конкурировать за вас сами будет проявлять инициативу ребят на самом деле это глупо но также мы можем испытывать на себе их фишки которые они проделывают с нами то есть вы можете на самом деле это знаете 2 сейчас это будет звучать диковато по тем меркам которым я успею но вы можете обижаться вы можете не брать трубку вы можете на них кричать и так было да когда я вылезу девочку из дома она начала извиняться и говорит блин я не это имел ввиду погоди ты не понял я иди нахер то есть это чистой воды рефрейминг когда вы переворачиваете ситуацию так что сучка здесь вы не она помните одно из моих убеждений звучит так если хочешь соблазнить сучку сам хоть немного будь сучара и вот когда ты с ним ведешься как сучара почему-то они очень быстро переобиваются потому что лох никогда не позволит себе вести себя как сучара потому что это незаслуженно если парень ведет себя таким образом и так нагло наверно он чего-то да стоит наверно стоит к нему присмотреться с ним побороться но как поговорил бальтазар грассен если как книжка карманный оракул автор бальтазар грассен датирована на 1700 каким-то бородатым годом очень рекомендую вам ее прочитать там написано не завоевав сердце нельзя наказывать если девочка по вам сохнет и прется то вы можете позволить себе быть сучкой если девочка мама мало знакома то все эти фокусы вообще не сработают если она вас не заинтересована если вы ее не зацепили знаете если вы безумно влиятельный знаменитый или богатый или там даже если у вас сейчас прокачан инстаграм то девочка можно это повестись она может вами заинтересоваться это может впечатлить и она будет биться за ваше одобрение за общение с вами и так далее она будет сама писать и так далее если нет то даже не рассчитывайте вот это вот такие статус маркер который на это очень сильно влияет в общем ребят есть честно это все балабство для чуваков которые мы не хотят ничего не хотят ничего делал чуваки которые могут позволить себе быть сучкой они это знают они это делают если ты не уверен чувак то это скорее всего не сработает если у тебя есть статус если у тебя есть охеренная внешность может стать женской уже среди женщин конкурентную среду то ты можешь использовать их фокусы потому что блин это так ситуация меняется полностью сейчас находишься среди них ты выбираешь ты можешь подкатывать и ты ждешь их одобрения вот если девочка вы ждать твоего одобрения ты это почувствуешь что это точно будет знать этот уровень развития а если ты обычный чувак который ничем не особо не примечательно если ты не знаменит не супер красив не подкачан не качок мула длиннопенисный тогда знаешь что хватит жевать сопли и надеяться что девочки с вами будут бегать за тобой проявляй пожалуйста инициативу сам звони вызывай их на свидание и тащи домой хватит себе морочить голову вот после секса когда вы приравняете их друг другу все вот эти правила и условности которые крутятся вокруг конфетно-букетного периода момента обольщения они все уже не будут не иметь никакого значения так что слушай меня и только не русская радио вот и проявляй инициативу работаем собой все остальное вот эти все заморочки как бы телефон сам тогда лет пижня полная пижня тебе это никак не пригодится тебе практически никак не поможет проявляй инициативу ты же мужик да друг если ты живешь в москве или собираешься сюда приехать у тебя есть отличная возможность позаниматься со мной на индивидуалке или пройти мастер-группу это живое обучение это твоя отличная возможность прокачаться к лету мои контакты в описании позвони и спроси как это будет проходить сколько стоит да и вообще что там бобра